Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии для вас работает Сергей Уланов и Айнура Урузгалиева. И в начале выпуска коротко о главном. Страна начинает праздновать Новый год. Наши столичные корреспонденты расскажут, как в Астане готовится к главному празднику зимы. Нурлан Ногаев поздравил работников культуры. Чествование прошло в областной филармонии. В преддверии Нового года случаются чудеса. Девочка из Уральска получила подарок от президента Республики Казахстан. Предприниматели совместно с Экиматом города провели акцию «Новый год в общественном транспорте», где поздравили жителей города. Несмотря на кризис, страна уже начала праздновать Новый год. Одни рестораны предлагают своим клиентам антикризисное меню без заморских продуктов. Другие заведения пошли еще дальше. Завлекают гостей программы «Все включено». Шоумены говорят, что в этом году нет заказов от госорганов и нацкомпаний. Но в целом казахстанцы от сложившейся традиции отказываться не собираются. Наши столичные корреспонденты расскажут о предновогодней суете. Каждый из нас на работе проводит большую часть своей жизни. А потому новогодние корпоративы для казахстанцев стали чуть ли не главным коллективным мероприятием. Раньше на такие вечера могли тратить приличные суммы, чего стоит заказ раскрученных звезд. Но времена изменились, экономика не в лучшем состоянии и на новогодние корпоративы ввели негласный запрет. Мы обзвонили практически все министерства и некоторые нацкомпании. И практически везде нам ответили, что новогодних торжеств не будет. Я бы ответил так. В жизни человека есть три стадии. Когда он верит в Деда Мороза, когда он не верит в Деда Мороза и когда сам Дед Мороз. Я вот пока до третьей стадии не дошел, так что письма Деда Морозу не пишу. А вы где-то сокровенное желание есть? Скажите, а в вашей корпоративе будет? Мы пока не планируем, но на работе соберемся, отметим результаты. То есть не в ресторане? Пока не планируем. Но новогодний корпоратив – это не просто коллективные посиделки, а прочная вошедшая в нашу жизнь традиция. Казахстанцы всегда найдут возможность провести корпоратив, пусть даже и за свой счет. Поэтому кризис не сказался на новогоднем чосе ведущих. Но сегодня все чаще отказываются от звезд. Коллективы организовывают праздничную программу своими силами. Это дешевле и намного интереснее. Песни, танцы, участие в развлекательных конкурсах придают празднику новый смысл и кураж. Но большинство чиновников и депутатов предпочитают отмечать Новый год по-старому, в кругу семьи. Я всегда в семейном кругу. Вот в этот раз мы проводим здесь, в Астане. Вот, скорее всего, в следующем году будут выборы у нас уже, да. Вот последний Новый год в столице, в общем-то, проводим. А так, когда есть возможность, конечно же, всегда на запад Казахстана ездим. У нас там дом, в общем-то, там все время приезжают внуки к нам. Вот, и поэтому отчий дом, он остается отчим домом всегда. В моде не просто застолье с шампанским, а тематические праздники в стиле ретро, гангстерские и пиратские вечеринки. С одной стороны, такой подход позволяет сэкономить на дорогих нарядах. Что касается денег, то в среднем на одного человека праздничное застолье обходится в 10-15 тысяч тенге. И каждый готов их отдать ради праздника души. Наверное, остается только порадоваться тому, что, несмотря на трудные времена, мы все-таки находим возможность поздравить друг друга. И можем неожиданно порадовать коллег своими талантами, которые в рабочей атмосфере не проявишь. Невзирая на возраст, мы продолжаем верить в чудо и в 24.00 загадываем сокровенные желания. Боржан Шайхмет, организат Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. В Большом зале областной флормонии прошло чествование работников культуры. На мероприятии присутствовал Аким западного региона Нурлан Ногаев, который лично поздравил всех работников с наступающим Новым годом и наградил за вклад в развитие отрасли культуры и искусства. Без работников культуры и искусства было бы невозможной организация того множества культурно-массовых мероприятий, что ежегодно проходят в городах Казахстана. Эти люди трудятся в то время, когда другие отдыхают, делая нашу жизнь интереснее и ярче. На сегодняшний день в области насчитывается свыше 4000 работников культуры. Я от чистого сердца хочу поздравить всех с наступающим 2016 годом. Если оглядываться назад и дать самому себе в первую очередь отчет, то 2015 год был очень плодотворный как для страны, как для всех казахстанцев, в том числе и для западных казахстанцев. Благодаря общими усилиями, проводя политику лидера нации Нурштан Абиш Назарбаева, Казахстан достиг определенных высот. На первый взгляд может показаться, что работы деятелей культуры носят развлекательный характер и не составляют особого труда. Однако на деле это не так. Чтобы добиться хорошего выступления, необходимы сотни репетиций, которые занимают практически все свободное время. С пятого класса я пою и играю на дамбре. Я думаю, что все это было не зря. Сегодня меня отметили как лучшего работника и вручили медаль. Ежегодно работники культуры проводят десятки тысяч мероприятий. Это и является подтверждением того, что работники данной сферы деятельности вносят огромный вклад в развитие культуры и искусства. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Новый год – время чудес и подарков. В преддверии этого праздника девочка из Уральска Виктория Харлашина получила подарок от президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. В письме, которое было адресовано Деду Морозу, школьница попросила набор для творчества. Желание девочки очень порадовало президента и сегодня она получила свой долгожданный подарок. Благотворительная акция письма Деду Морозу организуется уже не первый год именно для того, чтобы мечты детей сбывались. Маленькая Виктория очень любит рисовать, поэтому в Новый год у сказочного персонажа она попросила краски. Здравствуй, Дедушка Мороз. Я хочу, чтобы у всех детей мира было здоровье и подарки. И всех моих родственников. А себе на Новый год я хочу набор для творчества до Винчи. Чудеса случаются. На пороге появляется Дед Мороз и, конечно, не с пустыми руками. Но чтобы получить подарок, по традиции нужно рассказать стишок. После чего Вике была вручена мягкая игрушка, сладости и, конечно, ее любимые краски. Да, мне нравится рисовать. И я попробовала его один раз. Мне очень понравилось, поэтому я решила попросить его у Деда Мороза. По словам мамы девочки, она долго не решалась написать Деду Морозу, потому что не верила. Да и сами родители даже предположить не могли, что желание дочки осуществится. Вчера 30-го числа получается. Заходим на работу. У нас здесь все поздравляют, все, что мы выиграли. Письмо, фулл подарок даже от самого президента. Не отказ почты, а вот именно от президента. Я очень рада за своего ребенка. Вчера вообще вы ее видели, как она здесь прыгала, у нас носилась. Все ждала. Благодаря такой акции ежегодно сбываются мечты сотни детей. Олег Великин, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Мороз минус 10, но люди уже рыбачат на тонком льду. Сегодня сотрудники экстренных служб провели рейд, целью которого стало предупреждение несчастных случаев на водоемах. В области ежегодно фиксируются случаи обморожения людей и несчастных случаев на тонком льду. Зачастую в этом виноваты сами люди. Рейд призван не допустить повторения подобных фактов. 12-15 сантиметров – это для толпы. Ну, также надо помнить, что больше трех-четырех тоже скапливаться нельзя. Заместитель начальника ДЧС прокомментировал проводимый рейд. В целях безопасности людей по всем водоемам города мы проводим рейд. Также свое мнение выразила рыбная инспекция. В связи с аномально теплой погодой ледяной покров только-только устанавливается. Поэтому у нас в результате работы нашей то же самое разъясняем рыбакам об опасности выхода на лед, о правилах поведения. Рыболовы были удивлены визиту сотрудников ДЧС, но выразили свою благодарность за заботу. Спасибо, конечно, за это, что предупреждают, что говорят, что это нельзя делать. Условия не позволяют, когда не выходим. Когда позволяет, выходим, рыбачим. Рейд показал, что наших людей не остановит даже тонкий лед и предупреждение спасателей. Но нельзя забывать, что о вашей безопасности стоит позаботиться именно вам. Рустам Ашарипов, Мохамбет Консултанов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Уральске в преддверии Нового года Акиматом Города и предпринимателями была организована акция «Новый год в общественном транспорте». Цель акции – настроить граждан на позитив и поздравить всех с наступающим новым 2016 годом. Акция проходила на двух самых крупных маршрутах – «двойке» и «пятерке». Подробности в сюжете. В начале декабря предприниматели города совместно с Акиматом Города решили устроить первую в Уральске акцию для всех жителей области. За счет средств спонсоров были закуплены подарки. Акиматом Города были приглашены Дед Мороз и Снегурочка. Первый раз мы проводим такое мероприятие для наших жителей, для горожан, чтобы поднять праздничное настроение в городе. Заходим в общественные транспорты вместе с гармонистом, с Дедушкой Морозом, с нашим Снегурочкой. Мы вместе с ними вот сегодня провели по маршрутам номер 5, двойка. Сегодня объехали, смотрим на реакцию жителей. Настроение хорошее, отличное у жителей. Сразу же поднимается. Весь праздничный маршрут начался с остановки Пугачево, где уже Дед Мороз и Снегурочка, а также гармонист сели на автобус под номером 5 и принялись поздравлять всех граждан с праздником. Дорогие Уральские, мы поздравим вас от всей души с Новым Годом от Акима, город Уральска. С Новым Годом, с новым счастьем вам и будьте здоровы. Пассажиры автобуса, ставшие участниками перформанса, были очень удивлены такому мероприятию, но активно стали участвовать в мероприятии. Конечно, неожиданно, но очень приятный сюрприз. В старом году я хочу поздравить всех граждан Казахстана и жителей всех с праздником, с этим новогодним. Все хорошие, пускай исполнится желание, чтобы здоровье было у всех близких, у родных, чтобы у нас мир был в Казахстане, новогоднего настроения праздничного. Дорогие жители города Уральска, поздравляю вас всех с Новым Годом. Пусть ваша жизнь будет всегда светлой, солнечной, чтобы в нашем Казахстане был мир, всегда, всего самого хорошего. В завершении Дед Мороз и Снегурочка поздравляю всех жителей с наступающим Новым Годом. Рустам Машарипов, Махамбет Консултанов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В зоопарке областного эколого-биологического центра скоро появится обезьяна. Договоренности о приобретении четырехмесячной макаки уже достигнуты. Показать символ 2016 года уральцам обещают уже в Новом Году. Площадь детского зоопарка сейчас расширилась. Пони, козы и верблюд пасутся на новом месте. Они с удовольствием жуют сено и мороз под 15 градусов ниже нуля им ни почем. Теплолюбивые животные переведены в вольеры еще с наступлением зимы. Животные у нас приспосабливаются с осени, то есть запасают жир, накапливают, обрастают шерстью. То есть мы их не держим в теплом помещении. Вот у нас птичники, фазаны, они живут при плюс 5 градусов сейчас. Мы такую температуру поддерживаем. Слава Богу, зима наступила, снег есть. Корма всегда беспокоимся мы, хватает? Корм мы запасли с осени, все, у нас полный погреб, зернохранилище, сено, все у нас есть. И как будете работать в дни зимних каникул, праздников? Ну, как обычно, мы каждый день работаем, открыто с 9 до 6, до 18.00. Сейчас в эколого-биологическом центре насчитывается более 60 видов животных и птиц. Самый экзотичный – леопард и пума по кличке Ютос. Огромная кошка с удовольствием ест мясо, позируя перед телекамерой. Да и медведи при виде людей начинают вести себя активнее. К тому же в спячку они в наших условиях никогда не впадают. Старейшая медведица уральского зоопарка по кличке Даша. Ей нипочем лютый мороз, она обросла густой шерстью. Несмотря на зимние каникулы, работа в центре расписана по часам. Школьники будут изучать биологию, ботанику и зоологию даже в праздники. Роман Копняев, Эбулат Жегепар, Александр Грабрев, ТДК-42. Игроки футбольного клуба «Акжейк» готовятся к поездке в Турцию. По словам генерального директора клуба, там они проведут две недели. Поездка эта вовсе не является отдыхом. Игроков ждут тренировки с другими командами. В целом, 2015 год для клуба и самой команды был неплохим. Все поставленные задачи выполнены. Также стоит отметить, что нападающий команды Иван Антипов стал лучшим молодым игроком Первой лиги. А Олег Хромцов – лучшим бомбардиром. В настоящее время чемпионы Первой лиги ведут подготовку на стадионе «Акжейк». Однако уже 5 января Нового года футболисты отправятся на первые в этом сезоне учебно-тренировочные сборы в Турцию – город Белек. Там команда пробудет до 21 января. Турция собирает много команд. Это и есть самый главный смысл зарубежного УТС. То есть мы не выбираем другие какие-то страны. Все едут либо в Турцию, либо в Дубай. На остальное это очень дорого. Единственное, что подходит более-менее – это Турция. Там соберутся хорошие команды, как и страны СНГ, так и зарубежных команд. Будут хорошие спарринги, где команда будет подходить с разных сторон, несколькими составами. Будут наигрываться игроки, какие-то планы своего рода тренерские. Будем это все вырабатывать и работать над этим. В завершении выпуска мы также хотим напомнить жителям и гостям города Уральск о том, что сегодня в 20.00 на площади Абая пройдет праздничное мероприятие, посвященное празднованию Нового года. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что это и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте. Спасибо за внимание и с наступающим вас Новым годом! Одежда ведущим предоставлена бутиками «Промот» и «Купер». Торгово-развлекательный комплекс «Сити-Центр». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин